204 жителя Ненецкого округа придут на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за того или иного кандидата впервые. А чтобы эти события остались в памяти надолго, специально для них Центральная избирательная комиссия приготовила сюрпризы – поздравительные открытки, памятные брелоки или значки. Впрочем, в России выборы всегда ассоциировались с некоторым праздником. Об этом и о том, чем запомнились и какими были первые выборы для ветеранов голосования, расскажет Ольга Русул. История выборов в нашем регионе берет свое начало еще из XVIII века. До революции наши земляки голосовали за старость десятников представителей волосного земства. Явка в процентном отношении была невысокой. Треть населения выборы игнорировала. Ситуация изменилась с принятием в России Конституции. Большое внимание участию в выборах стали, наверное, передавать с 1929 года, когда был оформлен наш Ненецкий национальный округ. До 1934 года в выборах разного уровня участвовало небольшое количество жителей. На выборы население приглашали листовками и плакатами. Вначале они были обычными, черно-белыми. В фондах Краеведческого музея – агитка 1946 года. Кстати, тогда кандидатом в депутаты баллотировался Афанасий Гудрив. Избиратели дали ему наказ построить в городе почту. Теперь здание центрального почтамта – визитная карточка Нарьинмара. Он выглядел очень парадно на фоне черно-белой традиционной печати. В советские времена явка избирателей была максимальной и приближалась к 100%. Первые выборы у меня были связаны с годами студенчества. Это было в общежитии в городе Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде. Раннее утро по коридорам проходили. Почему-то сейчас очень хорошо запомнилось гармошкой. Это был сигнал к пробуждению студентов с тем, чтобы отправляться на выборный участок, на избирательный участок. Именно там мы первый раз участвовали в голосовании. На избирательных участках выступали самодеятельные коллективы. Велась бойкая торговля дефицитными товарами, поэтому горожане спешили прийти пораньше, пока все не разобрали. В мои пионерские времена хорошисты и отличники в точно такой же форме с красным галстуком несли почетный караул около избирательной урны. Впрочем, выборы – это не только праздник, но и возможность каждого жителя страны повлиять на качество жизни. Выборы вспоминаются как праздник, потому что, идя на выборы, всегда знали, что там будут какие-то лавки торговые с дефицитами, которых тогда было очень много. И поэтому обязательно что-то приобретали. Но на выборы ходило всегда. Это, считаю, гражданской позицией. Это надо делать обязательно и всем. В моем мнении, на выборы, конечно, необходимо идти, чтобы, ознакомившись с программами кандидатов на тот или иной пост, на ту или иную должность, попытаться определить, насколько этот кандидат отвечает нашим интересам. Кстати, тем, кто придет на выборы 18 марта 2018 года впервые, а в Ненецком округе это 204 человека, избирком приготовил памятные подарки.